В эфире телеканала Беларусь 2 де-факто программа о криминальных событиях и происшествиях Гомеля и Гомельской области. В студии Сергей Нигеревич. Здравствуйте. Почти детективная история произошла в Гомеле. Молодой человек чуть не замерз в лесополосе заречной зоны Сажа. Подробности истории пытались выяснить наши корреспонденты и сотрудники милиции. Огонь уже две недели почти ежедневно уносит человеческие жизни. Спасатели не успевают выезжать на пожары. И в милиции день открытых дверей. Кого приглашают в гости гомельские правоохранители? Об этом и не только вы узнаете сегодня в программе «Де-факто». С наступлением холодов огонь почти ежедневно уносит человеческие жизни. Сегодняшние оперативные сводки спасателей больше похожи на сводки боевых действий. Усугубляет морозная погода и ситуацию на дорогах Гомельщины. Участились случаи дорожно-транспортных происшествий. На этих кадрах можно увидеть, как пожарный автомобиль прорывается на место возгорания через перекрёсток, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели спешат на пожар по улице Добружская. Частный сектор в районе Туббольницы. Путь же им преграждает авария, которая произошла на улице Пролетарской. Автомобиль «Фольксваген» столкнулся с автомобилем «Форд Транзит». Оба происшествия произошли примерно в одно и то же время. Пожар на улице Добружской уничтожил крышу одноэтажного четырёхквартирного дома. Я выскочила с крайней квартиры, тут загорелась крыша. Здесь уже я прибежала, уже был дым и огонь. Вот сюда, с этой первой квартиры. К счастью, в момент пожара жильцы дома в своих квартирах отсутствовали. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. А за чего что началось? Надо смотреть, вот, пучки проводов идут. От соседней квартиры, вон и на гараже, и на бане. Как оно всё там? А проводка хилая вся. Ещё один крупный пожар произошёл на Речицком шоссе. Горела квартира на втором этаже. Едкий дым распространился по всей лестничной клетке вплоть до девятого этажа. Потребовалась эвакуация всех жителей подъезда. Десятки обеспокоенных родственников собрались около многоэтажки. Затрещала проводка, затрещал домофон, а потом звонит снова уже дым в квартире. И всё, вот я приехала и боялась, что она уже там сгорела и что. Почувствовав запах дыма, хозяин квартиры на пятом этаже решил узнать, в чём дело, и выглянул на лестничную площадку. В это время его супруга открыла окно в квартире, чтобы проветрить. Но получилось наоборот. Создалась тяга, и угарный дым со второго этажа начал поступать на пятый. Люди потеряли сознание. Спасатели обнаружили их в разных местах. Мужчину на лестнице между четвёртым и пятым этажами, а его супругу в квартире. К сожалению, этих пенсионеров спасти не удалось. Они скончались по дороге в больницу. Скорее всего, из-за задымления они отравились продуктами горения. Ещё одно серьёзное происшествие произошло в этот же день по улице Советская. Женщина, управляя автомобилем Ситроэн, выехала на запрещающий сигнал светофора. На перекрёстке её автомобиль столкнулся с Тойотой. Стоит отметить, что все происшествия случились в очень короткий промежуток времени. С 13 до 15 часов. Двумя днями позже в деревне Великий Лёс Жловинского района сгорел частный дом. Погиб хозяин. Он проживал совместно с супругой, которая во время возгорания находилась внутри дома. Но смогла спастись. Со слов соседей, погибший регулярно употреблял спиртные напитки. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Чтобы не оказаться в числе погорельцев, МЧС даёт следующие рекомендации. Первое, что необходимо соблюдать – это не перекаливать печь, посмотреть её исправность, чтобы она не была потрескана. Топить печь 3, может быть, 4 раза, но меньшим количеством дров за 2 часа до отхода ко сну прекращать топку. Само собой не растапливать либо бензином, либо соляркой. Что касается электроприборов, то их надо только с заводского производства использовать. Не всовывать в одну розетку большое количество техники с большим потреблением. История в духе детективного жанра произошла на днях в Гомеле. В заречной зоне Сажа чуть не замёрз молодой человек. Парень был легко одет для морозной погоды. Как он попал в лесополосу, пока об этом не знает ни он сам, ни милиционеры, ни спасшие его сотрудники МЧС. В дежурную часть милиции поступил звонок с мобильного телефона. Неизвестный молодой человек, очень сбивчиво, почти теряя сознание, рассказал, что он замерзает где-то в лесу, но не знает точное место своего пребывания. Парень объяснил, что находится в заречной зоне реки Сож. К возможному местонахождению пострадавшего для проведения поисковых работ были направлены сотрудники Управления внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Автомобиль скорой медицинской помощи, техника спасателей, в том числе вездеход. Примерно через полчаса поисков пострадавший был обнаружен сотрудниками милиции. Им оказался 19-летний гомельчанин, студент второго курса Белорусского государственного университета транспорта. Гражданин сидел полураздетый, без шапки, шар ввалялся. Один ботинок был только и тот в снегу. Ноги были голые полностью, закутанные в куртку. Ну, начали разогревать его, кое-как укутывать. Парень находился в яме воронки размером метр на метр. Яма была вытоптана прямо в снегу. Причем, что самое интересное, неизвестно, как молодой человек вообще попал туда. Ведь никаких человеческих следов рядом не было, говорят милиционеры. На вопросы, как ты здесь оказался, он пояснить ничего не мог. Не помнит, как и при каких обстоятельствах он здесь оказался. Сколько он пробыл тоже, он не помнит. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и с диагнозом «общее переохлаждение» и «отморожение ступней ног» доставили в больницу. Сейчас парень от каких-либо комментариев отказывается. Поэтому узнать, как он оказался без одежды и обуви в безлюдном месте, в лесу, да еще в такой мороз, не представляется возможным. Единственное, что парень рассказал во время короткой беседы, мнение своего лечащего врача. Последний считает, шансы на то, что сильно обмороженные ноги заживут, есть. Сразу три уголовных дела возбуждены за минувшие выходные в Гомельской области из-за инцидентов, произошедших после распития в компаниях спиртных напитков. В Жлобине на лестничной площадке многоквартирного дома был обнаружен труп 28-летнего местного жителя. В убийстве подозревается 41-летняя женщина, которая, по версии следствия, ударила мужчину ножом в грудь в ходе внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртного. Еще одно уголовное дело возбуждено также в Жлобине. 20-летняя неработающая девушка подозревается в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения своему 24-летнему сожителю. Она нанесла ему удар ножом в живот. Конфликт опять-таки возник после распития спиртного. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В Кармянском районе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего рабочего. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть. После совместного употребления спиртных напитков молодой человек избил свою сожительницу, которая умерла от закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг. Партию марихуаны обнаружили гомельские таможенники и пограничники в пассажирском поезде Одесса-Санкт-Петербург. При проверке документов у гражданина Украины 1971 года рождения в пункте пропуска словечно правоохранителей заинтересовал бумажный сверток, который пассажир перевозил на себе. Когда пограничники попросили продемонстрировать содержимое пакета, перевозчик попытался сбросить его. Гражданина задержали, а обнаруженное вещество направили на экспертизу. Эксперты подтвердили, что это растительный наркотик. Сейчас в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела. За хранение наркотических средств, а также за перемещение наркотиков через таможенную границу Республики Беларусь. Республики Беларусь. Способствовала бдительность граждан. Председатель Капличского сельского совета Калинковичского района вместе с продавцом магазина номер 26 Калинковичского райпо задержали граждан, которые пытались сбыть 100-тысячную купюру белорусского производства. Фальшивомонетчиков можно условно разделить на две группы. Первую составляют студенты и школьники. Как правило, они подделывают национальную валюту. Деньги изготавливают кустарным способом. При помощи копировально-множительной техники и принтеров. Такие фальшивки невысокого качества и легко выявляются даже визуально. Вторая категория – профессионалы. Эти люди подделывают в основном валюту. Фальшивки изготавливают на современном полиграфическом оборудовании. Поэтому отличить их от настоящих банкнот обывателю практически невозможно. Сделать это может только эксперт при помощи специального оборудования. Чаще всего подделываются тысячерублевые российские купюры и банкноты в 100 долларов США. Более сложнее денежные билеты страны Европейского Союза. Там немножко клад защиты повыше. Соответственно, их и труднее подделать. Их труднее подделать, да. Около 50% подделок, которые выявили правоохранители в нашей стране – это доллары. Далее следует российская валюта – 40%. Наконец, евро – всего 8%. И белорусские рубли – 6%. Наибольшая часть подделок поступает к нам из соседней России. Географическое расположение Гомельской области очень выгодно для фальшивомонетчиков, так как граничит с двумя странами – Россией и Украиной. К тому же Гомельщина – крупный промышленный регион, на территории которого действует более 2000 объектов торговли, 70 рынков и рыночных комплексов. А все это – отличные места для сбыта фальшивок. Если человек имеет сомнения о том, что купюра подлинностью вызывает сомнения, он может обратиться либо к нам в ООД, экспертный криминалистический центр, либо в обменный пункт банка, где посмотрят, и если она фальшива, то, соответственно, мы будем выезжать и изучать эту ситуацию. За предоставление достоверной информации об изготовителях и избытчиках поддельных денежных знаков Управление внутренних дел Гомельского облсполкома гарантирует анонимность, конфиденциальность, а также материальное вознаграждение. На день открытых дверей пригласили школьников области и областного центра сотрудники Управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Участие в мероприятии приняли представители Минской академии МВД и Могилевского высшего колледжа милиции. Курсанты провели показательные выступления, где продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя и спецсредствами. Школьники смогли посетить выставку оружия. Преподаватели академии и колледжа рассказали об особенностях поступления и обучения в школах милиции. Дали советы тем выпускникам, кто хочет связать свою дальнейшую жизнь с органами правопорядка и поступить в учебные заведения Министерства внутренних дел Беларуси. В первую очередь ему нужно обратиться в свой отдел внутренних дел, то есть в то подразделение, где он планирует служить. Обратиться нужно до 15 апреля, если человек поступает на высшее образование, до 1 июня на среднее образование. И там уже кадровое подразделение объяснят ему дальнейший алгоритм прохождения спецпроверки, медкомиссии и поступления в наше учебное заведение. На этом у меня все. С вами был Сергей Негиревич. Смотрите программу «Де-факто» каждый четверг на телеканале «Беларусь-2». И помните, ваша безопасность в ваших руках. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok